Пёстрые плакаты, как будто фрагменты комиксов. Десяток портретов Мэрилин Монро в самых неожиданных сочетаниях красок. Множество одинаковых банок супа. Всё это легендарные работы времён расцвета поп-арта. Художники направления поп-арт умели видеть прекрасное в самых простых вещах. Например, вот эту жестяную банку художник Энди Ворхл считал своей лучшей работой. Он очень любил этот суп, ел его каждый день прямо из банки и, наверное, думал, что это самое прекрасное, что есть в нашем мире. Выставка подготовлена арт-центром Санкт-Петербурга. В экспозицию вошли шелкографии, коллекционные плакаты, элитографии и стиражных серий от звёзд искусства XX века. Это работа Энди Ворхлла, Роя Лихтенштейна, Кита Харинга и многих других. Поп-арт – это народное искусство. Народу близки комиксы, народу близки предметы быта, гипермаркета. То, что непосредственно человек видит. И вот из этого сконструируется, строится этот мир. Поп-арт обращался к образам, которые наполняли жизнь людей в середине XX века. Знаменитости, сигареты, газировка – самые разные вещи, вырванные из привычного контекста, приобретали иной смысл. Многие из этих образов близки современному поколению. Поэтому поп-арт-форум в Самаре вызвал большой интерес. Искусство становится популярным. И искусство нужно как-то изучать. Искусство нужно как-то жить. Без этого не сможет мод существовать. И поэтому поп-арт взял определенную какую-то нотку. Познакомиться с картинами в стиле поп-арт можно до 20 мая. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.